В городе Верхотурья через реку Туру проходит железнобетонный мост, которому уже 52 года. Местные жители считают его аварийным. Перед въездом на мост стоит предупредительный знак, на котором указан знак ограничения 10 тонн. Это говорит о том, что по мосту разрешено проезжать транспорту, который весит не больше 10 тонн. Тем не менее, уже полгода ежедневно через мост проезжает множество различных грузовиков, в кабине которых находятся различные породы природных камней. И вес этих грузовиков в загруженном состоянии составляет явно больше 10 тонн. Эти природные камни и возможно другие различные грузы везут в сторону деревни Сосновка, которая располагается в 11 километрах от города Верхотурья. Через деревню Сосновка проходит нефтепровод, а там рядом с нефтепроводом строится дорога. Вот туда грузовики и отправляются. Данные грузовые автомобили хорошо знакомы жителям города Верхотурья, а также жителям других населенных пунктов, которые располагаются вдоль дороги Верхотурья-Дерябина. Дело в том, что эти грузовые автомобили перевозят свои грузы через дорогу в Верхотурья-Дерябина. А асфальтированная дорога, к сожалению, не выдерживает таких нагрузок, после чего на ней появляются различные повреждения. Об этом даже снимали свой репортаж телевизионное агентство «Урала». Ссылку на репортаж телевизионного агентства «Урала» я добавлю под видео. А теперь возвращаемся к нашему мосту. У моста всего два пешеходных перехода. Вот по этому пешеходному переходу уже давно никто не ходит, потому что это небезопасно. Сейчас здесь проходит газопровод. И тут же вспоминается история. В 2013 году водитель КамАЗа, проезжая по нашему бетонному мосту, не справился с управлением и врезался в ту часть бетонного моста, через которую проходит газопровод. После чего газопровод был частично поврежден. Но взрыва никакого не произошло, и слава богу. А этот пешеходный переход действующий. По нему каждый день ходят люди. В этом году, летом, я проходил по этому пешеходному переходу и наткнулся на реально сквозное отверстие. То есть на дырку, которая проходит насквозь. Туда даже можно было засунуть свою руку и поприветствовать рыбаков, которые рыбачили рядом под мостом. Но дырку замазали, замазали и слава богу. Мост прослужил уже 52 года, поэтому морально он уже устарел. Мост построили тогда, когда автомобилей было очень мало. А уже в начале 90-х годов мост стал активно эксплуатироваться как автомобильный. На сегодняшний день через мост проезжает примерно от 3 до 4 тысяч автомобилей в сутки. Еще примерно в середине 90-х годов было проведено обследование моста, в заключении которого было указано о необходимости капитального ремонта. Но ремонт так и не провели из-за отсутствия денег. Наш аварийный мост на протяжении многих лет никому не принадлежал. Поэтому его еще часто называли ничейным мостом. Но если я не ошибаюсь, с 2014 года мост стал муниципальным и вроде как за ним стали приглядывать. В общем-то то, что мост нуждается в ремонте, это очевидно. Я вообще, кстати, думаю, что мост, наверное, в состоянии простоять еще лет 5 или даже больше. Но есть одна основная причина, по которой я записываю это видео. Эта причина заключается в следующем. За последние 2 месяца я получил множество информации о том, что вот эти самосвалы будут проезжать через наш мост примерно от 3 до 5 лет. Средний вес самосвала в загруженном состоянии составляет от 15 до 20 тонн. А через мост разрешено проезжать транспорту с общей массой 10 тонн. То есть можно сделать вывод, что каждый день на протяжении 3-5 лет на мосту будет нарушаться грузовой контроль. И тут возникает вопрос. Выдержит ли наш аварийный мост такие нагрузки? Большое спасибо за внимание. Всем пока.